Ещё всё-таки добавлю здесь вот к вопросу о том, кто приобретал видеоуроки. Прошу вас не пропадать в том плане, что... Вот я сейчас вам просто приведу пример. Пока у меня эта функция, она идёт с видеоуроками в комплекте, пока я способна её реализовать на безвозмездной основе, да. У меня есть девочка, которой я вот присылаю, когда вам доступы, я пишу там памятку. Не знаю, если вы прочитали полностью, там есть такой момент про домашнее задание, что вы каждую неделю мне присылаете ваш мини-отчёт, видео, да. Она, эта девочка, пользуется этим. И она одна. И мы каждый раз с ней разбираем то, что у неё получается, и она получает во много раз больше от меня обратной связи. Также вы можете попросить что-то переснять, потому что я прекрасно понимаю, что там есть некоторые, допустим, места, где, может быть, что-то кому-то из вас непонятно. Или, допустим, там плохо видно. Опять же, у всех разное зрение. Ну, то есть я поэтому говорю о том, что я максимально открыта, чтобы вы не сидели и не держали это в себе. Люди так устроены, что некоторые приобретают что-то и сидят, держат в себе. Я сейчас для себя сделала маленькое правило. Там, допустим, если вы сами не выходите со мной на связь, я не могу вас заставить делать домашние задания, потому что, в принципе, вообще-то в видеоуроке люди продают и всё. Если бы у нас с вами был онлайн-курс, который очень скоро тоже возможно будет, то там, да, там будет какие-то сроки, какие-то длайны, домашние задания, там небольшой контроль, а здесь нет. Вы получили продукт, за который вы заплатили деньги, как бы всё. Я и я есть у вас как техподдержка, но я заставлять никого не могу. Вот. Ну и, соответственно, стараюсь там раз первый месяц писать, здравствуйте, там получилось, что да как. Всё время я так делать не буду, потому что всё-таки это должно исходить от вас. Вот. Сказала, обязательно это знайте, запомните, пожалуйста, пользуйтесь. Этой функции пока она, ну, как бы бесплатна. Я её тестирую. Раньше я так не делала, раньше тоже приобретали люди видеоуроки, и всё. Я им писала, что, ну, вот, есть я, если что, пишите, и реально, ну, то есть, кто-то пишет хорошие отзывы, очень-очень, то есть, я почему ещё обрела тоже хорошую уверенность, это потому что люди мне писали, именно те, кто приобретали, да, видеоуроки, очень позитивные отзывы, что они вообще кайфуют, что столько информации, знаний, что у них всё получается, что они хотят купить ещё и ещё и ещё. Вот. Есть люди, которые ничего не писали, но это не значит, что, может быть, у них всё хорошо. Вот. Поэтому сейчас я такую практику ввожу, вот, в будущем, наверное, она просто будет, ну, я очень сильно хочу, надеюсь, что по всему миру будет много учеников, и, возможно, когда-то я не смогу с каждым общаться вот просто так, да, вот, придётся как-то монетизировать то же время, и, может, какую-то дополнительную услугу вводить, там, ну, там, допустим, час какой-то консультации, и что это правильно, да. Вот. Но сейчас пока пользуйтесь этим, она тоже, эта функция есть. То есть, я не так, что продала и пропала, и как одна девочка написала, что ей очень было приятно, что я поинтересовалась, не так, что коряшки, парьтесь, мучайтесь сами, продала уроки и до свидания. Мне очень неприятна такая роль, я всегда, ну, стараюсь максимально ответственно подойти к вопросу, возможно, не всегда это получается, вот, и я хочу, чтобы вы знали, что вы тоже всегда можете мне писать, вот. Так что, что ещё? И потом, хочу маленькую предысторию здесь же тоже рассказать, когда, как я вообще начала этим заниматься, когда я начала преподавать танцы и стала думать о том, где мне брать учеников, ну, потому что для меня это, как бы, моя работа, вот. Естественно, я понимала, что это интернет, вот. И будучи сама маркетологом, я понимала также, что людям нужно дать попробовать, как бы, чтобы они не тратили деньги, непонятно ради чего, а шли туда, куда они уже сами знают, что они хотят, вот. И я выкладывала, записывала свои видео, господи, свои занятия... О, сейчас секунду. Уже запутаешься, с ума сойдёшь с этими видео, занятиями, уроками. И, в общем, я записывала свои занятия на видео и выкладывала маленькие кусочки в интернет. Полностью, причём, записывала занятия. И я помню, как однажды одна девочка мне написала, что она хотела бы приобрести эти видеоуроки полностью. Эти видео, точнее, они так ещё тогда не назывались. Это было очень много, ну, как, не знаю, мне кажется, года четыре назад или пять. Причём, мне кажется, что я чуть ли не одна из первых начала этим заниматься, потому что даже сейчас очень мало людей, педагогов транслируют свои знания через онлайн. В основном все делают это как бы вживую, но тем не менее. Понятно, что танцы, и ещё здесь, кстати, я тоже потом подчеркну, чтобы вы дополняли как-то, да, кто хочет больше развиваться, то используется для того, чтобы стать реально там более первоклассным танцором, вам обязательно нужно ещё и в зал, конечно же, ходить. Так вот, что... А, и мне нужно было как раз сесть, для меня это было тогда, помню, очень непассивная задача, тяжёлая, потому что каждое видео длится час. Мне нужно было загружать это всё на YouTube. Одна загрузка длится, ну, часа три, вот, часового видео. Ну, по крайней мере, и тогда так было, и, если честно, и сейчас. Вот, то есть, ну, я это сделала, собрала всё в пакет один, ну, в кавычках, да, пакет, и просто стала это афишировать, и люди стали покупать, и я поняла, что, ну, значит, есть те, кому это нужно. И так и получилось, что есть люди на земле, у которых нету рядом школ танцев, или, допустим, они не могут попасть на занятия. Это очень-очень крутая возможность 21 века заниматься по видеоурокам, хотя бы вот, ну, тогда, когда вы вообще это не можете делать, танцевать и так далее. Выезжать, имеется в виду, куда-то. Вот. Это маленькая предыстория. И ещё хочу сказать, что у меня есть планы, как это всё совершенствовать. Я стараюсь это делать. В принципе, поэтому сейчас я не то чтобы как бы прошу у вас какие-то рекомендации, потому что я, на самом деле, сама знаю, как вывести на другой уровень эти видеоуроки. То есть они сейчас очень полезны. Я не хочу сказать, что они плохие. Нет, ни в коем случае. Но совершенствоваться всегда надо, и я к этому очень сильно сейчас стремлюсь. Вот. И я буду это делать. Что ещё? Чем больше вас будет, тем больше будет возможности это сделать. Потому что, конечно, всё это и энергозатратно, и время затратно, и финансово. Ну, в общем, ресурсозатратно. Если у вас будут какие-то, допустим, идеи хорошие, как бы вы вот видели, что бы вы хотели, то, в принципе, пишите мне. Вот. Возможно, ну, как бы я их учту. Просто у меня нехватки идей никогда нет. Не наоборот. Нехватка ресурсов. Вот. Потому что всё везде успеть. Танцами я занимаюсь максимально обширенно. Вот. Стараюсь всё делать и хореографом выступаю, и танцовщицей работаю в разных проектах, участвую в съёмках. Вживую-живые занятия веду, групповые, индивидуальные. Вот. Также ещё хотела здесь напомнить вам, что вы можете заказать именно индивидуальный видеоурок. То есть, там, как бы, по-разному начало происходит. Вот. Мы с вами связываемся и вместе решаем, что вам нужно. Причём я могу сама вам дать рекомендации, да, если вы мне пришлёте какое-то видео, ваше, там, маленькое импровизационное, без стеснения, никуда эти видео не пойдут. Вот. Я пойму, что вам нужно, там, вот это, вот это. И я для вас запишу отдельный видеоурок. Вот. Если это просто видеоурок, там, занятие, да, то это, там, от двух тысяч рублей. А если это, ну, это, соответственно, часовой видеоурок, который у вас останется. И вы всегда сможете пересматривать. Если это что-то, там, посерьёзнее, хореография, то это чуть подороже будет, да, потому что затрат больше нужно придумать, нужно, там, и так далее. Вот. Ну, что ещё здесь сказать? В принципе, всё. Вы можете зайти на мой сайт shantyheals.online и там до конца ещё раз посмотреть всю информацию, которую я специально для вас собрала, очень удобно, и принять решение приобрести видеоуроки. Вот. Либо какие-то, если есть вопросы, пожалуйста, пишите мне либо на мой номер телефона, либо в директ. Ну, в общем, вы сами всё знаете, и я максимально доступна. Желаю вам прекрасного дня.